Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в Тампонском улусе, среди этих красивых гор. У нас была давняя мечта поохотиться на чубуку, на снежных баранов. И вот в эти дни, во второй половине ноября, мы решили испытать судьбу и приехали в эти красивые места. Снежный баран, толсторог. Эвены называют его чубуку. Это крупное животное с невысокими и сильными ногами, толстой и короткой шеей. Высота в холке до одного метра. Вес достигает 125 килограмм. Характерной особенностью являются рога. У самцов они тяжелые и массивные. Загибаются пологой спиралью наружу. Весьма толстые у основания. Отсюда и другое название – толсторог. Обитают снежные бараны в горах Восточной Сибири, Чукотки и Камчатки. На территории Якутии ареал снежного барана охватывает все горные массивы восточнее реки Лена. Общая численность популяции снежного барана составляет 43 тысячи особей. Эти горные бараны населяют верхние скалистые пояса гор. Пищу составляют травы, ягодные кустарники, лишайники. Гон происходит в ноябре-декабре. Охота на бараны разрешена с 1 августа по 30 ноября. Можно охотиться с подхода, используя гужевой транспорт, из засады, загоном или нагоном. Следует применять оружие с нарезным стволом калибра не менее 5, но не более 10 мм. И длиной патроника не менее 39 мм. А в горах Южной Якутии на хребтах Становой и Джукджур находится локальная популяция Чубыку малочисленного снежного барана Алина, которая занесена в Красную книгу Якутии. Охота на него полностью запрещена. Несмотря на бессонную ночь, проведенную в пути, нам не терпелось разведать близлежащие места, и мы налегке тронулись в путь по соседнему ручью, осматривая горные склоны по обеим сторонам. Истоптанные свежими следами Чубуку склоны гор говорили о том, что бараны в этих местах обитают, и это вселило в нас надежду на положительный результат. Охота на него, возможно, будет успешна. Будучи в этих местах, убеждаешься, что Якутия – это горная страна. Удивляешься ее богатой и неповторимой природе, разнообразию обитающих в ней зверей. Косуля и до сюда дошла. Тут для них не совсем подходящая экологическая среда. Вот. Но они вот и здесь появились. До этого момента нам казалось, что зимой живности в наших краях немного, но обилие следов зверей в этих местах нас просто поразило. Вот белка-белка. Вот это прыгала коварга вот так вот. Здесь тоже она вот проходила. Тут даже несколько коварожек – это уже свежие следы. Но не знаю, что тут происходило. Два рогача, два самса, может, здесь встретились. Вчера вечером, что ли, все исходили. Вот в радиусе 20-30 метров. Буквально тут вот так вот все исходили. В ноябре у барана в гон. Вот. И одиночный снежный баран вчера шел оттуда. Мы вот по его следам сюда шли. Вот с ним, наверное, здесь откуда-то второй повстречался. Потому что один баран, он таким делом заниматься не будет. Здесь явно как минимум два было. И они тут резвились. И порезвились капитально. Сейчас мы найдем выходной след. Или, может, вдвоем туда ушли. Посмотрим. Вот мы вышли на их выходные следы. Они в одно и то же время вот ушли туда. Это, ну, наверное, два самца. Вот снег кидают в эту сторону вот так вот. Раз, значит, они ушли туда. Это два барана. Дорогие. Вот так. Так. Сейчас 2 часа 20 минут. Как видите, практически световой день закончился. Солнце даже не светит на верхушке. Вернее, солнце даже не светит на вершину гор. Мы спешили вот к этой горе, которая открыта перед нами, по ущелью. К сожалению, если мы даже дойдем до этой горы, где-то через полчаса, то мы не успеем подняться на нее, чтобы посмотреть тот склон. Пора уже возвращаться домой. Для первого дня нам хватило впечатлений, и мы вернулись из Бурсы. На второй день мы собрались на довольно серьезный маршрут, предполагающий двухчасовой поход до подножия горы и подъем на гору Двухтысячник. По пути наш охотник проверял свои капканы, и на одном из них оказался соболь. Попробуем. Знаешь, как? Вот вверх, по спички, чего-то. Пошел сюда, и вот туда одна эта... Попробуем. мы подошли под ножью горы где возможно должны пастись бараны и сейчас будем обследовать будем смотреть в бинокль и наблюдать наша задача обнаружить баранов и как говорится это уже пол дела они тоже стоят в общем-то без движения довольно долго и обнаружить их среди скал и снега очень сложно нужно хорошо внимательно наблюдать терпеливо тогда они могут обнаружить сюда после этого мы должны принять решение как дальше действовать вот сюда мы шли где-то порядка полутора часов наверное может чуть больше до подножия горы наверное осталось полчаса ходьбы и сейчас будем по речке идти дальше и и когда после каждого поворота наблюдать и смотреть бинокль вот он ушел за за снег ушел сейчас вот там внизу черные какие-то чебуку проявляли беспокойство и шли часто оглядываясь назад будто чувствуя преследование судя по натоптанным следам их тропы проходили через ущелье и как раз по тому хребту на который мы поднимались необходимо было их перехватить поднявшись на первую полку так называют ровную поверхность на склоне горы откуда открывался простреливаемый участок расстояние до целей в этом случае составляла около 300 400 метров видимо по всем раскладам бояная не пожелал дать нам добычу так скоро и чебуку ушли за хребет который был от нас за глубоким ущельем огибать ущелье означало спускаться обратно к ручью и подниматься вновь это мероприятие было лишено всякого смысла нам не хватит времени проделать это до наступления темноты решив что ничего другого нам не остается как идти обратно в избушку мы начали спускаться один главный совет при подъеме и спуске на крутую гору вот не надо смотреть вниз а просто надо идти если есть свой след на подъем вступать след след в общем работать не надо там смотреть там в ущелье высоту измерять это конечно плохо влияет на самочувствие человек сегодня мы где-то поднялись на на полтора километра в общем ощущение нормальное я думал будет хуже потому что даже альпинисты они поднимаются на гору постепенно даже бывает что когда кто-то себя чувствует плохо они спускаются вниз и привыкают к этой атмосфере потом уже привыкнув опять они потихоньку потихоньку поднимаются могут в день там 500 метров подняться иногда и 100 все зависит от самочувствия людей вот они здесь лежат и отстаиваются после этого вон вон эти отстой и лежки есть от сюда видно прямо Ага, ездим На третий день охоты, двигаясь по руслу одной из речек, мы обнаружили целое стадо чебуков Они на наборы поднимаются О, их там пятеро, шестеро Толпа их там Больше, больше А, ой, раз, два, четыре, пять, шесть Десять даже Шесть, так шесть Расстояние и относительно пологая гора позволяли нам без всяких раздумий начать действовать И мы начали подъем Одно обстоятельство вселяло неуверенность в удачном исходе Стадо обнаружено довольно поздно И завершающей стадии охоты могла помешать быстро наступающая в этих местах темнота Вот они, копки Кормились здесь Баран снежный кормился Пошел на них Пошел на них Вспоминаются слова Владимира Высоцкого Что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал И он прав Чем выше поднимаешься, тем больше и больше открываются виды необычайной красоты При виде этого великолепия понимаешь, что только ради созерцания этой красоты Можно было сюда приехать Здесь ощущается величие окружающего нас мира Мелочность человеческих проблем И, скажем, даже бренность нашего бытия В этот день также не суждено было завершить охоту с успехом Подъем оказался не таким простым, как нам показалось И драгоценное время было упущено Толстороги за время нашего подъема на гору Успели покормиться у края леса Поднялись наверх И ушли по седловине хребта обратно Последнему дню охоты Мы подготовились со всей ответственностью Утренняя побудка была намечена на два часа раньше С тем расчетом, чтобы заранее выдвинуться на планируемые вершины И при обнаружении Чубуку начать подъем И максимально использовать световой день Первый, первый, ответьте второму Мы приняли по рации сообщение наших напарников Что Чубуку уходят Но, невзирая ни на что, решили продолжать охоту Снежные бараны уходили по хребту Напоминающему перевернутую букву Т А мы находились восточнее их К полудню они должны будут спуститься к южным склонам хребта на кормежку Мы рассчитывали, что на это у них должно уйти около двух часов Именно за это время мы должны скрытно подойти к ним сверху по гребню горы Два барана отделились от стада И уходят в противоположном от нас направлении Это очень тревожно Если они нас увидели, то могут увлечь за собой все стадо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Я предложил выстрелить по противоположному склону Тогда бараны, услышав щелчок пули по камням, побегут по направлению к нам Я его не очень держу Давай смеется Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому После провокации После провокационного выстрела стадо стало уходить в противоположную сторону, поэтому я принял решение стрелять. Склон оказался очень крутым и подстреленные Чубуку, падая, скатывались в ущелье, Увлекая за собой небольшие снежные лавины. Спуск в ущелье нам с оператором запомнился на всю жизнь. Особенно последние 20 метров. Это была просто отвесная стена. Тогда я понял, почему иногда охотники бросают свою добычу. Жизнь дороже. Но нами двигали другие чувства достать эту вожделенную, трубную добычу. Вот добыча наша упала в ущелье. Вот рогач и то под метровым слоем снега скатился, а его завалило снегом. И один молодой вон лежит. Нам предстояло еще спустить наши трофеи, общим весом около 150 кг, на равнинного места по узкому заросшему ущелью. А затем уже тащить на себе разделанные туши по каменистому руслу ручья. Наш Анегы, так называют эвены крупных самцов Чебуку, оказался, судя по рогам, восьмилетним достойным трофейным экземпляром весом около 100 кг. Съемки передачи стали возможными во многом благодаря умению нашего оператора Тита Николаева. Человека, который знает все хитрости сохранения работоспособности видеокамеры в любых экстремальных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, мы постарались показать вам весь процесс охоты на снежного барана. Для охоты на снежного барана от охотника требуется вносливость, требуется сила, ловкость. Для того, чтобы ходить по этим горам, еще нужна и смелость. Ну и, конечно, нужно здесь стрелять умело, расчетливо и, конечно, точно. Наша группа вела съемки в Верхоянских хребтах во второй половине ноября. Температура воздуха в эти дни достигала минус 35 градусов, а ночью достигала до минус 40. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok